привет всем вот хотела показать вам узор листиков я себе связала шарфик таким узором но я визар вязала с пряжей ангора и я пробовала снимать это ну как бы не очень на вид потому что очень много ворсина камера это не так воспринимает как глаз так что извините буду показывать просто на таком пробнички скажем так этот узор рапорт состоит из 15 петелек набора 15 петелек и высоту 5 лицевых рядов но если брать лицевые изнаночные то естественно 10 из 10 из 10 рядов так покажу как вязать первую кромочную петельку мы снимаем дальше провязываем лицевая накид лицевая 2 петельки вместе с уклоном вправо 1 изнаночная 2 петельки вот так берем за вторую с уклоном вправо провязали лицевая петелька накид изнаночная петелька 2 петельки вместе с уклоном налево изнаночная 2 петельки с уклоном вправо берем за вторую петельку вот так провязываем накид лицевая накид и лицевая это уже пошел как бы 2 2 ряд раппорт но если у вас состоит с 15 естественно две кромочные мы добавляем но если идут рапорт за рапортом а так чередуя то просто первую делаем и все то есть не нужно здесь две косички будут очень как бы плотно а так я схему тоже ставлю видео так что схема будет еще раз повторю первый ряд первую на петельку провязали накид лицевая 2 вместе с уклоном влево изнаночная 2 вместе с уклоном вправо лицевая накид изнаночная опять 2 лево изнаночная 2 вправо накид лицевая накид у меня здесь 1 и кромочная потому что если просто сделать кромочную узор будет вот так вот за листиком тянуться я уже пробовала много раз много вариантов и с разной пряжи результат один и тот же то есть на краю 1 кромочная и 1 заканчивает ряд потому что по-другому никак переворачиваем и все петельки вяжем на изнаночной стороне все изнаночной кромочную снимаем и провязываем до конца второй ряд я покажу итак продолжаем вязать второй ряд кромочную петлю снимаем лицевая накид лицевая 2 вместе с уклоном влево изнаночная 2 вместе с уклоном вправо здесь вяжем лицевая изнаночная в этом ряду в схеме там одна клеточка которую мы пропускаем и ее вообще не считаем она будет зашлихована мы не считаем дальше так провязали изнаночную снимаем одну петельку 2 вместе и эту которую сняли провязываем вместе накид вот так теперь накид 3 лицевые накид лицевая накид лицевые мы провязали накид лицевая 2 вместе с уклоном влево изнаночная 2 вместе с уклоном вправо лицевая изнаночная одну петельку снимаем 2 вместе провязываем с уклоном вправо вот так вот эту петельку что сняли надеваем накид 3 лицевые накид лицевые кромочные кромочные разум всегда изнаночные я в первом ряду вам говорила что вот 15 петель раппорт и 2 кромочные но получается не 2 кромочные а 3 потому что начинается узор всегда с лицевой петельки а заканчивается всегда накидом и чтобы было симметрично мы здесь провязывающую косичку то есть одну лицевую и кромочная у нас идет изнаночной что он было симметрично провязываю ряд изнаночными петельками кромочную петельку мы снимаем и все остальные провязываем накиды все петельки мы провязываем изнаночными и так провязываем третий ряд кромочную мы снимаем лицевая накид лицевая еще раз накид теперь 2 вместе с уклоном влево изнаночную 2 вместе с уклоном вправо еще раз 2 вместе с уклоном вправо накид и 5 лицевых петелек 5 накид мы уже начинаем 2 я сейчас еще раз покажу накид лицевая накид 2 вместе с уклоном влево изнаночная петелька изнаночная петелька 2 петельки с уклоном вправо еще раз 2 петельки с уклоном вправо накид 5 петелек лицевыми петлями накид лицевая кромочную изнаночную следующий ряд мы провязываем все изнаночными петельками и и так вяжем четвертый ряд кромочную петельку снимаем лицевая как всегда накид провязываем 3 лицевых 3 лицевых накид и здесь тоже опять состоит из трех петелек 1 снимаем 2 вместе с уклоном вправо возвращаем изнаночную накид лицевая 2 петельки с уклоном влево изнаночная 2 петельки с уклоном вправо лицевая накид лицевая накид 3 петельки лицевыми накид одну петельку снимаем 2 провязываем с уклоном вправо изнаночную накид лицевая 2 петельки с уклоном влево изнаночную 2 петельки с уклоном влево изнаночную накид лицевая кромочную здесь петельки провязываем все изнаночными петельками и так вяжем последний пятый ряд кромочную петлю мы снимаем лицевая петелька накид 5 лицевых петелек 5 накид 2 петельки вместе с уклоном влево лицевая опять 2 петельки с уклоном влево изнаночную 2 петельки с уклоном вправо лицевая накид накид 5 петелек лицевые накид 2 петельки с уклоном вправо лицевая 2 петельки с уклоном влево изнаночная 2 петельки с уклоном вправо лицевая накид лицевая накид лицевая изнаночная еще раз привяжем все изнаночные петельки посмотрим на наш рисунок вот такие красивые вот такие красивые листочки у нас получаются мне очень нравится что здесь идут такие волны если вязать кофточку то можно вязать и без резинки это будет смотреться очень хорошо кто считает что эта схема тяжелая для него то я скажу что ничего подобного там если присмотреться все повторяется одна сторона и вторая сторона очень похожи и нужно понять сам принцип но я скажу что я схемы читаю недавно и рапорт 3 по моему я уже не подсматривала я связала себе шарф с пяти таких полосочек с пяти рапортов и вот такие волны с одной стороны где начиналось и здесь я когда заканчивала я немножко ниточку подтягивала чтобы она плотненько было не здесь получились тоже такие волны все достаточно аккуратно и красиво все всем спасибо за внимание всем пока